Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьёва, и сегодня со своим особым мнением в нашей студии политолог Валерий Соловей. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, Рейхан. У нас есть ситуация, которую мы никак не можем как-то нормально обсудить, потому что она ужасно трагичная. Это история Анастасии Шевченко, история политического преследования Анастасии Шевченко, девушку, которой умерла дочь буквально накануне это случилось. Это первый человек, который преследует по этой уголовной статье. А что это вообще, почему так вдруг? Причем так показательно. Никакого-то там, не знаю, ну, по крайней мере, не мать троих детей, один из которых инвалид. Я понимаю, это действительно настоящая трагедия, беспримесная, но дело не Шевченко, конечно, не она угрозу представляет могучей российской власти. Власти ведут угрозу в Ходорковском и в открытой России. Причем, по-моему, конечно, безосновательно. Открытая Россия ведет себя как вполне вегетарианская организация. Там просветительская, правозащитная. И поступило указание прессовать. Почему она поступила именно сейчас? Дело в том, что власть подозревает, что открытая Россия изменит свою тактику, перейдет к более активным поведениям. Не знает пока к какому, но этого опасаются, подозревают. Это первое. Второе. Контекст сам по себе меняющийся политический. То есть, рост недовольства, падение рейтинга власти. В целом власти не только президента или премьер-министра, у которого без того рейтинг никогда не был высоким. Все это наталкивает на предположение, что, возможно, какие-то возмущения. Бунты, протесты. И вот, значит, открытая Россия во главе с человеком, которого ненавидят. Есть несколько высокопоставленных представителей российской элиты. Я не говорю чиновников. Да, я заметила. Представители, которые его просто ненавидят, считают своим личным врагом. Так это или не так, считает ли он их личными врагами, я не знаю. Но они-то в этом нисколько не сомневаются и будут делать все возможное для того, чтобы наносить ущерб ему. А почему именно такая тактика, бесчеловечная, избранная? Для того, чтобы запугать. Мы вас пугаем, чтобы вы поняли, что значит сотрудничать с этой организацией. Это такая демонстративная, понимаете, намеренная на весь мир жестокость. А тот факт, что Анастасия Шевченко из региона, а не из Москвы, то есть выбрали активиста из региона, это тоже имеет значение? Естественно, поступило указание по регионам, потому что протестов больше боятся сейчас там. Ситуация в некоторых местах действительно взрывоопасна. Это первое. Второе. Есть такое понятие провинциального азиатизма. Да, здесь по рафинированию те, кого называют силовиками. А там они берут под козырек, особенно, кстати, на юге России, это очень характерно для юга России, для некоторых национальных республик. И еще для некоторых регионов, которые называют султанатами, что-нибудь в таком духе, понимаете. Вот там просто прессуют беспощадно. Вот судя по тому, как сейчас общество реагирует, а общество, на мой взгляд, реагирует довольно остро на эту историю, понятно почему. Сможет ли эта острая реакция, вот эти вот выходы на улицу, которые планируются 10 февраля, как-то помочь Анастасии Шевченко избежать в результате уголовного дела? Что помогает? Во-первых, привлечение внимания общественности всегда помогает. Потому что эта история окажется в центре не только российских социальных сетей, конечно, в газетах и по телевидению о ней говорить не будут, но и в центре ряда западных семей. А у нас еще не любят такого внимания. Тем более, ну, это акт садизма. Это, понимаете, настоящий садизм. Это иначе нельзя описать. Это намеренное доведение там фактически до смерти, так получается. Это первое. Второе, это зависит от динамики самого мероприятия. Чем многочисленнее мероприятия, тем больше шансов повлиять на власть. Наша власть реагирует очень просто. Если она видит угрозу, она, по крайней мере, старается, если не отступить, то не наступать. Понимаете? Она никогда не отступает. Она никогда не отступает. Она ищет обходные пути, вот как со статьей 282, частичная декриминализация. А сейчас появляется законопроект Клишеса. Это замена. Причем еще более опасная замена, чем то, что было в 282 статье. Вы понимаете, да? Но динамика, высокая массовая динамика позволяет оказывать влияние. Чем больше людей придет, тем лучше. Вот вы написали у себя в Фейсбуке, вот в ответ на это мероприятие 10 февраля, что это единственная правильная реакция, если я правильно цитирую. Да, достойно. А вот вам не кажется, что в ситуации, в которой мы все сейчас находимся в связи с этим, люди выходят на улицу не для того, чтобы помочь Анастасии Шевченко, а для того, чтобы помочь себе? Вы знаете, вы очень правы. Это выражение моральной позиции. Потому что сейчас все, что происходит, приобретает отчетливое моральное измерение. Раньше можно было говорить, ну, я не поддерживаю власть, я не против нее, да? То есть, я не выступаю против власти, но я ее не поддерживаю. Сейчас уже так не получается. То есть, если вы молчите в такой ситуации, значит, вы поддерживаете. Понимаете, моральная ситуация обостряется. Это морально очень обостряется. И то, что раньше в российской политике отсутствовало, важность морального измерения приобретает колоссальное значение. А дальше будет еще, она иметь, эта моральная сторона, еще более сильное значение. Потому что все, что происходит, это абсолютно морально. Абсолютно. Это прямо в смысле слова по ту сторону добра и зла уже находится. А вот в связи с этим обострением про мораль. Вот сейчас появилось довольно много каких-то постов, публикаций, мнений о том, что люди, которые занимаются общественной деятельностью, журналисты и так далее, когда они идут даже не во власти, в какие-то общественные институты, то они тут же соприкасаются с властью, заражаются каким-то бактериальным инфекцией и, значит, превращаются немедленно в каких-то чиновников. В слуг, слушанок. Да, да, и их нужно всех спасать. Вот откуда эта агрессия по отношению к тем, кто вроде как свой, условно говоря? Знаете, это отчасти от появления этого морального измерения и от общего ужесточения ситуации начинает действовать вполне себе большевистская логика. Кто не с нами, вот явно не сказал, что я с вами, тот получается против нас. И тот, кто хоть как-то не просто сотрудничает с властью, а взаимодействует. Потому что часто речь не идет ни о каком смысле. Просто взаимодействует. Для решения в России почти всех вопросов вам надо с властью иметь дело. Не один вопрос, если решите. Соответственно, значит, вы приходите в присутственное место, кому-то обращаетесь, пытаетесь выстроить человеческие отношения. Исходя из того, что многие чиновники в личном общении оказываются лучше, чем система в целом, и вы это прекрасно знаете. Хотя система их всегда поправит. И они это тоже знают, и они за рамки неких системных правил не выходят. А обостряется ситуация, это диктует вот такой жесткий стиль. И взаимоотношения даже внутри формально одного лагеря. Я считаю, что это очень ошибочно. Что вот нельзя этого делать, и что надо руководствоваться как раз другим принципом. Тот, кто не против нас, тот уже с нами. Для этого нужна какая-то политическая мудрость. А вот есть ли она у наших оппозиционеров? Ну, обязательно. Это не вопрос политики. Это вопрос того, что назвали бы психоаналитики, в частности, зрелостью. Это вопрос зрелости. Ну, откуда взяться зрелости у нашей оппозиции? Вы знаете, из опыта, из осмысления пережитого, из понимания того, что не бывает людей, которые не совершают ошибок. Что все мы грешны, все мы совершаем ошибки, все мы оступаемся. Из очень простых вещей, из банальной житейской мудрости, если хотите. Из этого приходит к нам психологическая зрелость. Хорошо. Но если мы посмотрим в целом на реакцию людей, множество людей, получается, что на любое событие они реагируют действительно очень агрессивно. Но это связано с чем? С тем, что жизнь стала хуже, 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 хуже? Вы знаете, даже при ухудшающейся социальной ситуации и при снижающихся доходах, агрессии могло бы столько не быть, если бы не было российской пропаганды. То, что делает наше телевидение, это ключевой фактор. Это абсолютное расчеловечивание. Это просто моральное преступление. Мы же не говорим о том, что оно вгоняет в депрессию и в агрессию одновременно. Вот такую смесь создает. То есть, я могу сказать точно, что любой вам психиатр скажет, любой психолог, ни в коем случае не смотрите новости и ток-шоу. Ни в коем случае. Это вредно. И это опасно. А этим занимается телевидение на протяжении последних четырех лет. Если быть точным, с февраля 2014 года. С Крыма? Да. Да и до этого была, конечно, пропаганда. Но она была весьма умеренная. То, что началось после 2014 года, беспрецедентно. Я сам специалист по пропаганде. Я книгу об этом написал. Я даже курс веду такой. Я ничего подобного никогда не видел. Никогда, поверьте. Это было просто беспрецедентно. Сейчас мы к этому уже привыкли. Но я знаю, какое разрушительное влияние это оказывает не только на психику, но на здоровье и мораль. Просто разрушает мораль. Все моральные основания стираются в пыль. Сейчас буквально короткий вопрос, короткий ответ. Люди, которые это делают, они не боятся, что это повернется против них? Эти люди надеются в критической ситуации покинуть страну. И они это показывают всем своим поведением. Кого вы из них не возьмете, а мы знаем только двух известных телеведущих, но поверьте, ух руководителей, недвижимость, гражданство, запасные аэродромы за границей. Вот мы здесь будем выкарабкиваться из-под развалин, а они в это время будут писать мемуары. Это программа «Особое мнение». Политолог Валерий Соловей. Вернемся через несколько секунд. Радио «Эхо Москвы» и компания «Артериай» представляют программу «Особое мнение». Продолжается программа «Особое мнение». Валерий Соловей, Ирина Воробьева. Ваши вопросы на номер 7, 9, 8, 5, 9, 7, 10, 45, 45. Мы еще до программы об этом говорили. Очень интересная статья, которую написал наш сегодняшний гость. Называется «Что значит заниматься политикой?» На сайте Люди Роста она опубликована. И это, кстати, вот самый, мне кажется, такой вопрос, на который особо никто не может ответить. Вот такое ощущение, что в нашей стране либо все-все-все-все-все занимаются политикой, либо на самом деле никто. Знаете, обстоятельства очень часто заставляют заниматься политикой. Любой вопрос, который вы пытаетесь решить, который выходит за рамки вашей квартиры, вот именно к вашей квартире, допустим, там землеотвод под вашим домом, то, что называют экологические полигоны, мусорные полигоны, все превращается автоматически в политический вопрос. Почему? Потому что определение политики, такое инструментальное, очень простое. Любой вопрос, который вмешивается в власти, это вопрос политический. Вы найдете в России вопрос, куда власть не вмешивается. Она даже в постельно к нам лезет. Понимаете? Я уж не говорю о переписке, о сетях социальных. Она всюду присутствует. Соответственно, как только вы за рамки квартиры пытаетесь что-то решить, представляющие общественный интерес, вы тут же автоматически вовлекаетесь в политику. Другое дело, что это не приобретает системного характера для подавляющего большинства. Решили они этот вопрос, чаще не решили, они уходят люди в глухую оборону. Но некоторые начинают идти до конца. Они понимают, что оказывается, что все эти вопросы системны. Они связаны. И все дело, как в старом советском анекдоте, что здесь не прокладку-то надо менять, а систему. Доходит до сознания этого. Но дальше барьер. Страх. Этот барьер, главный барьер, это всегда страх. В России очень сильный страх. Он генетически сидит на протяжении большей части 20 века. Его вбивали. А сейчас этот опыт успешно повторяет. И говорят, ну вот мы же против. Мы ругаем. Где? В своем блоге. На пабликах. А как только говорят, послушайте, ну ни один политический вопрос нельзя решить. Вы хотя бы на выборы бы пришли, проголосовали. Не обучайте в акциях протестов. Просто придите на выборы. Ой, да нет, от нас ничего не зависит. Вот этот синдром выученной беспомощности. И, кстати, и власть на этом строила тоже свою пропаганду. С начала 20-х годов главное послание, которое направило общество, стало следующим. Обогащайтесь. Отдайте политику нам. От вас же все равно ничего не зависит. Разве вам плохо? И она, в общем, своего добилась. И сейчас очень сложно вот этот барьер преодолевать. Многие бы хотели. Лень, страх. Всегда находится какое-то объяснение. Ну, отмазка, говоря, по-дростковому. Но есть что терять людям сейчас? Нет. Большинству уже терять нечего. Да вы что? А что они могут потерять? А свобода, работа? Во-первых, ну что, максимум штраф. Да, власть, правда, пытается сделать цену высокой. Вот преодоление этого барьера. Но поверьте, как только возникает такое явление, как солидарность. Помните, как штраф выплатили? Да, конечно, не Таймс, да. Как только возникает солидарность, как только в это дело начинают втягиваться больше и больше людей, штрафы перестают пугать уже. Это вполне, поверьте, это вполне подъемная задача. Тем более, что тогда появляются и спонсоры. Как только начинается некое общественное шевеление, я уже не говорю о подъеме, шевеление, многое начинает меняться. Очень многое, потому что это как снежный ком. Вы скатываете снежок, вот такой липкий, начинаете, а сейчас в наше общество этот уже липкий снег. Просто никто еще пока снежки не стал по нему катать, понимаете? А вдруг шар у вас гигантский образуется. Людям, поверьте, большинству терять уже особо нечего. Поэтому власть прибегает к репрессивной политике, обратите внимание. У нее нет пряников, ей нечего предложить. Законы, ограничения, просто страх. Вот просто напугать, прийти без всяких вообще правовых оснований, войти в квартиру и тому подобные вещи. Все построено на тупом страхе и запугивании. Но как только власть столкнется с коллективным сопротивлением, она тут же отступит. Потому что те самые, кто запугивают, исполнители, они тоже очень боятся. А, что в отношении не будет. Интернет, в социальной сети очень легко узнать, кто, что, где, как, где твоя жена работает, где учатся твои дети, где твои родители, какая у тебя машина. Они очень хорошо это понимают. И тоже испытывают очень сильный внутренний страх. А вот скажите, по поводу, кстати, мусорных всяких протестов против мусорных полигонов. Буквально в выходные в эти опять планируются какие-то акции. А это же как раз тема, где люди, в общем, довольно, ну, они начинают уже не просить, а требовать. А требовать, конечно. Это вопрос, в прямом смысле слова, выживание. Да, абсолютно. У него же не комфортная жизнь и выживание, особенно для детей. Вот как это в Калумне происходит. Посмотрите, там, человек его называют силовиками, у него, в прямом смысле слова, обслуживают интересы чайки, ну, младшего чайки, и ротенбергов. Такая, знаете, сказать, на службе олигархии, да, полиция, кто-то еще на службе олигархии. Классический случай. Так и получается, что власть-то не отступит, потому что там же не только власть, там же и бизнес, и деньги. Если там выйдет на митинг 10-12 тысяч человек, а лучше, если 20, поверьте, она задумается. Потому что она задумается о последствиях. И, в конце концов, речь же идет не о том, чтобы вообще, сказать, не должно быть. Вот здесь не должно быть полигона. Найдите возможность. Россия, послушайте, гигантская страна. Они просто хотят максимизировать свои прибыли. За чей счет? За счет народа, за счет общества, за наш с вами счет. Вот в чем цель этих людей. Максимизировать. А что будет с нами, им абсолютно все равно. А вот интересно, как вы считаете, может ли это все привести к тому, что власть снова начнет, ну, скажем так, обращать внимание на мнение экспертов? Ведь огромное количество людей, которые предлагают варианты, как решить эту проблему, да? Конечно. Постепенные там или сразу. Конечно, много людей, и они предлагают много здравых идей, но нет. Не будут. Нет. Их будут слушать, но не будут прислушиваться. Понимаете? То есть, не будут следовать их советам, потому что те интересы, которые сложились и консолидировались, вот все эти советы, им прямо, я бы сказал, противоположны. Поэтому нет. Здесь невозможная эволюция просто никакая уже. Это монолит. Понимаете? Подождите, но ведь любой монолит, если я правильно понимаю, он, конечно, классный, крепкий. Он подает столько воздействию, сильному воздействию, извини. Но вот изнутри нет. А, то есть, там такого не будет. Потому что вы говорите, во-первых, к экспертам извне прислушиваться вообще не будут. Только к тем, кто свои. Но если это свой эксперт, он старается модифицировать, я это очень хорошо знаю, свое мнение так, чтобы оно максимально соответствовало запросу. И точки зрения. Чтобы продолжать. В противном случае он не будет получать грантов, он не будет получать бонусов, он не будет обслуживать избирательные компании. Он перестанет быть экспертом с деньгами. Понимаете? У нас есть независимые эксперты. Есть. И немало. Но у нас нет института независимой экспертизы. Он вообще отсутствует. За ненадобность. Ну, вот я как раз и хотела об этом спросить. Ведь они же раньше были. То есть, раньше это как-то работало. А потом в какой-то момент просто... А, я не скажу, я это наблюдал в начале нулевых годов. Где-то там с 2003 года. Когда тем людям, которые пользовались услугами независимых экспертиз. Вот организацией независимых. Им говорили. Ну, зачем это вам? Ну, есть администрация президента. Она прекрасно все знает. Прекрасные аналитики. Действительно. Отчасти это было право. Там прекрасные аналитики. Ну, зачем? Зачем? Зачем вы это финансируете? Оставьте это. Бросьте. Если они умные, они придут к нам. Отличная позиция. Да. И это сработало. И институт независимой экспертизы исчез. Фактически. Есть еще организации, которые пытаются сопротивляться. И ту потому, что они прикрывались патронатом. Власти. Того же Кудрина, Грефа в свое время. Понимаете? Но это остатки. Это остатки. Это исключения, которые погод на самом деле не делают. Елена спрашивает. Присылает нам сообщение. Вот вы говорите, что власть запугивает. Но при этом говорите, что хорошо бы ходить на выборы. Получается, чтобы сделать легитимным того, кого они назначат и продолжат запугивать? Во-первых, придя на выборы, вам все равно будет предоставлен некий выбор. Как это получилось в четырех регионах во время региональных выборов в сентябре. Где власть проиграла. Первый Турция. Давайте так. На самом деле, фактически были проиграны восемь регионов. Но еще в четырех удалось за счет ухищрения электоральных манипуляций обеспечить победу. Назовем это так. Это первое. Второе. Всегда помните, что закон вам позволяет не только агитировать за любого кандидата, но и агитировать против любого кандидата. Это очень важно. Кстати, все забывают, как это важно. А если вы развернете консолидированную кампанию агитации против кандидата, допустим, в большом, фактически столичном городе будут выборы губернатора в сентябре. Этот губернатор явно неприятен подавляющим большинству его жителей. Социология показывает, что его рейтинг даже не 30%, как пишут, а около 20%. Скорее всего, будут снижаться. Хорошо. Допустим, губернатор не позволит выдвинуться сильным кандидатам. Но никто не мешает вам, оппозиции, вообще честным людям начать агитировать против кандидата. Вести агитацию против кандидата. И что означает победа, скажем, низкая явка победы 5%. Это же куром насмех все. Вы понимаете? Можно создать такую ситуацию при не очень больших усилиях, но консолидированных, которая кардинально начнет все менять. Хорошо. Тогда давайте вернемся на 8 лет назад, в 11-й год, когда было консолидированное протестное голосование. И это сработало. Нет, Единая Россия все равно получила много. Люди вышли на улицу, потому что они возмутились. Как они получили? Это сработало. Это сработало. Почему? Потому что Единая Россия потеряла значительную часть голосов. Потому что была предложена очень простая тактика голосов. Очень эффективная. Это первое. Второе. Моральное возмущение. В основе лежало моральное возмущение. Эти люди вышли. Кстати, основу составил городской средний класс. Новый городской средний класс, который сейчас новых нищих превращается успешно. Это вот эти, которые назвали Креаком. Да, за последние 6 лет. Это был новый городской средний класс. Но дело в том, что тогда им не хватило политического мужества. Тогда ситуацию можно было переиграть. Потому что всерьез обсуждался вопрос о проведении, если потребуется, досрочных парламентских выборов. О распуске той думи и проведении досрочных парламентских выборов. Для этого надо было оказать давление. То есть, не дожали. Надо было оказать мужество. Проявить мужество. Не говорить, не скандировать. Мы здесь власть. Мы еще придем. Остаться. То есть, Лимонов был прав тогда, в 11-м году? Абсолютно. А это не секрет. Это было признано всеми. В общем, и с одной стороны Зубцова, и с другой стороны Зубцова. Надо было просто понимать, что происходит. Был момент, когда власть была очень напугана. И она бы готова отступить. И причем, что бы произошло? Ну, представьте, проходят досрочные выборы. В них участвует некая Объединенная либеральная партия. Она бы много набрала? 12-15 процентов. Максимум максимум. Прошла бы. Прошла бы. Максимум максимум. Ну, смотрите за то, что. А вот то, что дальше, давайте после перерыва. У нас просто не хочется скомкать эту историю. Продолжим после перерыва особое мнение Валерия Соловей. Радио Эхо Москвы и компания Артериай представляют программу Особое мнение. Продолжается программа Особое мнение. Политолог Валерий Соловей сегодня у нас со своим особым мнением. Давайте продолжим про 2011 год. Представьте, что все послушали Леонова. Да, вот власть пошла на уступки. Она бы пошла на уступки. Появляется либеральная фракция в парламенте. Парламент превращается в место для дискуссии. Появляются либеральные фракции. И не только либеральные. Разные. И националистические тоже. Появляются в региональных парламентах. На выборах губернаторских начинается конкуренция. Это процесс, который уже нельзя остановить. Логичное продолжение. И того, что происходит в 2014 году, произойти бы уже просто не могло. По определению. И вот это вот и есть понимание того, что происходит в политике. Это и есть политическая мудрость. Когда вы понимаете, что переломный момент. И он тогда был. Он был не только в декабре. Он был еще в январе. Ситуацию можно было переломить. А знаете, что убедила Кремль, что этого не произойдет? Когда все лидеры оппозиции уехали на Новый год в отпуска. Вот. Я хотела спросить. Я знаю совершенно точно. Тогда мне так и сказали. Ну, они за власть не готовы бороться. Значит, мы можем с ними сделать, что хотим. Как интересно. Да. Так, ладно. Еще наши слушатели спрашивают. И, в общем, это было у вас тоже в блоге. И у нас на сайте. История с арестом сенатора в Совете Федерации. Во-первых, скажите, как вам шоу? Понравилось ли вам шоу? Это в этом и было главное. У нас, знаете, эксперты начинают предполагать, кто за этим стоит. Конфликт. Это не имеет никакого значения. Для общества, для элит главное, как это выглядит. А выглядит это следующим образом. Два сталинских наркома. Сталинских, да. По которых Навальный сделал не ряд разоблачительных историй. Приходит, разоблачает матерого преступника. Банду. Это банда. Все это нарочито демонстративно. С элементами шоу. Для чего? Чтобы показать, послать сигнал всем элитам. И обществу целым. Элитам. Мы включаем ресурс страха. Помните. Мы, любого из вас, где бы он ни сидел, какой бы ни был иммунитет, можем достать. Обществу. Смотрите. Мы расправляемся. Не думайте. Обновление идет. Мы начали со своих рядов. И кто это говорит? Это говорит человек, фильмом, которым набрал десятки миллионов просмотров. А теперь, как это будет восприниматься? Элитами это воспринимается так. Ну, значит, если они пугают нас, то нам надо готовиться к эвакуации. А что? Хватит работать. Надо ликвидировать свои дела. И, как сказал один чиновник, мы не боимся. Всех не пересажают. О, это же фраза, которую говорят граждане обычно. В любом смысле слова. Что касается общества. Общество смотрит на это. А, все они одними ромазаны. Что тот, что этот. Их можно всех арестовать. То есть, так же говорят офицеры спецслужб. Всех депутатов парламента и Верхний Южный Палат, за исключением двух-трех человек, можно смело арестовать. Чехом. Будет за что? Да. Ну, и не по принципу был бы человек, а дело найдется. Говорят, есть за что. Есть. Ну, учитывая еще наше репрессивное законодательство. Поэтому эффект пиаровский, он прямо противоположен тому, который планировался. А это именно расчет на пиар. Понимаете? Что у власти реальных инструментов, реальных, позитивных, просто нет. Страх и пиар. Вот она между этими инструментами и колеблется. Чередует то одно, то другое. А пряник-то почему отсутствует? Это очень хороший вопрос. Не потому, что денег нет. Денег и есть. Ну, во-первых, готовится к кризису, ухудшению ситуации. Рассматривается Россию как, фактически, предвоенную страну. С 2014 года военная элита и политическая, прошу прощения, элита, рассматривает Россию как страну, находящуюся в предвоенном положении. В такой стране нужны деньги. Копить деньги. Понимаете? И чем занимается Центробанк? Это первое. Второе. Надо же все-таки искать деньги на оборону, на военное строительство, модернизацию инфраструктуры. Взять у населения. Обратите внимание. По экспертным оценкам у населения от 20 до 28 триллионов рублей. Не долг, конечно, извините. Да, вот мы говорили обороте. Население их не использует. Население прекрасно чувствует, что черный день впереди. А программа модернизации вот этих всех нацпроектов на 25 триллионов тоже рассчитана. Их надо изъять. Налоги, акцизы, таможня и тому подобные вещи. Деньги изымают из населения. Я еще год назад говорил, до президентских выборов еще, что если будет программа реформ, то это будет вегетарианская версия сталинской модернизации. Сталин модернизировал страну за счет крестьян. Сейчас крестьян уже мало. За счет городского населения модернизируют. По счастью, голодом морить не будут. Хотя на уровень голодного существования полуголодного уже поставили. Изъять деньги. Они не нужны вам. Они нужны нам, государству и олигархам, которые будут операторами национальных проектов. Вот ты строишь мосты и дороги. А ты будешь порт строить. А ты то... И все эти олигархи хорошо известны. Они операторы национальных проектов. Да, давайте осуществлять модернизацию. Это назовем национальным прорывом. У вас все отберут. Просто мне казалось, что без пряника вообще невозможно. Надо же хоть как-то, чтобы хоть не брыкались. Знаете, здесь действуют психологические стереотипы у вас. А они же не сопротивляются. Вот пример. В Москве парковка стоила сколько? 60, стало 380. Платят. И машину поставить нет. Сделаем 500. Будут платить. Я говорю, ну послушайте, ведь вы дойдете до того, когда они просто перестанут платить, а начнут крушить эти паркоматы и тому подобное. Уже назад тогда нет, играешь, поздно будет. Ну, нет, нет. Все будет нормально. О том, что может произойти, никто не задумывается. Они платят, они не сопротивляются. Значит, можно продолжать давить. Кстати, про крупных бизнесменов, я так скажу. Почему Рыбка и Дерипаска выскочили из этой истории? Ведь, ну, ладно, хорошо. Почему выскочили? Да, ну, то есть, почему их отпустили? Обоих. То есть, ну, боюсь, Дерипаска никто и не трогал. Хотя скромно, что не трогали вообще. Такая подшла. Ну, это же, опять же, очень простой смысл. Им сказали молчите, иначе будет очень плохо. Молчите. Нельзя поддерживать скандал. Если вы поддерживаете скандал, вот арест, да, об этой рыбке, об этом лесу все забыли уже. Конечно. Наплевать. Есть более важные, в конце концов, по-настоящему важные новости и события. Ну, и новые события. Вдруг взяли их, они сразу оказались где в фокусе внимания. Хорошо, умные люди. Слушайте, отпустите их. И все забыли. И все забыли. А ты что хочешь, Олег Владимирович, чтобы тебе полоскали твое честное имя? Твое грязное белье постоянно вытаскивали на просушку? Зачем это тебе? Ну, скажем, они замолчат. И будут всегда молчать тебе. Все. Все. Но все-таки почему Дерипаску не наказали? Потому, что так подставил всех? Своей этой... Как вы можете наказать человека, который выполняет просьбу? А, вот оно что. Просто лояльность и все? Да, лояльность. Он принадлежит все-таки ко все еще влиятельному клану. И эта фигура такого масштаба, это действительно один из самых... Кстати, очень талантливый менеджер, безусловно. В российском бизнесе один из самых талантливых. Чтобы не говорили о моральной стороне, это профессионально в высшей степени. Он важный человек. Он очень важный. В каком-то смысле даже незаменимый. Спрашивают про выборы в Санкт-Петербурге, о которых мы уже упоминали. Мы Петербург не называли. Ну, да, извините, не называли, но мне показалось, что мы говорили... Подразумевали. Подразумевали, да, Петербург. Но тут спрашивают конкретно про Петербург и про выборы в Петербурге. Имеет ли смысл бороться за место губернатора или все будет как всегда? Ну, здесь, конечно, речь идет о гражданах, которые либо поддерживают эту движок или нет. Сейчас ситуация складывается так, что имеет смысл бороться. Нельзя гарантировать, что эта борьба достигнет тех целей, которые люди поставят перед собой. Но то, что ситуация складывается гораздо более благоприятно, и сентябрьские выборы это показали, это несомненный факт. Особенно в Питере. Особенно учитывая крайнюю непопулярность, я бы сказал, непродуманность. Это очень мягко. Да, тех действий, которые совершает его губернатора. Это надо специально стараться, чтобы вызвать против себя всеобщее раздражение. Вам что, не понравилась акция Лопата Беглова? Да вы что, это же была прекрасная народная акция. Всех заставить работать. Это же именно этого хотят граждане. Граждане хотят, чтобы в первую очередь к ним относились как к людям. Ценили их достоинство. А не третировали их, не издеваясь над ними. И это тоже один из вопросов. Вот сейчас чиновники вдруг внезапно, за последние пару месяцев или сколько-то, начали хамить откровенно людей. Нет, это не хамство. С точки зрения, они просто говорят правду. Вот ситуация такова, какова есть. Вы все абуза. Мы вам ничего не должны. Это ситуация открытого противостояния. Просто у некоторых хватило цинизма или не хватило ума, и они это не скрывали. Но поверьте, это то, что называют групповым этосом. Этик такая вот этой группы, она такова. Это все то, что они думают. Почему они вдруг начали говорить об этом? Ну, внезапно, правда. Согласитесь, раньше такого не было, чтобы повально просто мы это видели. Это очень хорошее. Я думаю, что из-за того, что мы с вами обсуждали в начале передачи, из-за общего роста взаимной агрессивности, раздражения и, если хотите, безумия. Это безумие. Это такое общество находится в целом, все и внизу, и наверху в очень плохой психической форме. Такая массовая невротизация, психотизация. Вы прекрасно знаете, я думаю, и я знаю по личному опыту, что когда вы раздражены, вы имеете неосторожность чаще говорить то, что думаете, чем когда вы находитесь в спокойном и равновешенном. Да, барьеры. Люди же существа не очень рациональные. Так что это имеет простое объяснение. Они всегда так думали. Сейчас это просто стало прорываться. Вопросы по итогам нашего обсуждения, что такое политика. Вы сказали, я сказала, что в России все политика, а это только в России так? Да. Есть страны и очень много счастливых стран, где вам не нужно бороться за качество местного самоуправления и тому подобное. И это не превращается в вопрос, точнее, политический. Это и решается на уровне местного самоуправления. На уровне тех служб коммунальных, которые отвечают за поддержание хозяйства. Проблема в том, что вертикаль она... Здесь нет никакой в России вертикали вообще. Это все огромная выдумка. А что, ручное управление получается? Да. Здесь есть центр управления, который фактически висит в воздухе, в безвоздушном пространстве. И когда этот центр, ключевая фигура, чем-то интересуется, тогда импульсы идут. Когда он не интересуется, что происходит внизу, никого не интересует. Спасибо большое. Это была программа «Особое мнение». Политолог Валерий Слависин. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok